Семью Гариповых в Уснере знают не понаслышке. Айгуль – педагог, Андрей – индивидуальный предприниматель. Молодые, неравнодушные, активные и влюблённые в Эмиконии. Приехала молодым специалистом, начала работать в школе имени Хоменко. Потом, через какое-то время, после 12 лет работы, перешла в гимназию. Сейчас наработаю учителем английского языка. Получается так, что вызвали познакомую Кунакбару Сарвара Мухтаровна. Сказала, что учителей в Уснере не хватает. Поэтому в Россе всё, приехала наработать. Ну и впечатления, когда приехали только. Ну, самое первое, что, конечно, испугалась – холода. Потому что я не думала, что в таких суровых условиях могут жить, работать люди. А потом, ну, было страшно, конечно, потому что уехала далеко от родственников, от мамы никого. Вот, кроме Сарвара Мухтарна, знакомых у меня не было. Ну, потом втянулась, познакомилась. Коллеги очень тепло, добродушно приняли меня. Помогли в первое время мне в школе. Коллектив был очень такой добродушный. А откуда вы приехали? Я приехала из Башкирии. В Башкирии родилась недалеко от города Магнитоворск. Очень живописно в месте. Башкирия считается как бы Швейцарией России. Потому что воздух чистый, природа красивая. Произошло это 20 лет назад. Хотя я приехала сюда ненадолго. Ну, как говорят, на север приезжать, зарабатывать деньги. Вот, ну, все. Сейчас я, конечно, не планирую никуда уезжать. Уже все, уже корни пустили здесь. Поэтому не планирую. А ваши родственники сюда приезжали к вам в гости? Значит, я сюда позвала мою сестру. Мы с сестрой работали буквально 10 лет вместе. Я работала в школе имени Хоменко. Сестра работала в гимназии. Потом нам посчастливилось. Мы 5 лет проработали вместе. Это очень, как сказать, интересно работать с сестрой. Поддержка. Мы делились опытом. И все. Сейчас она уехала в город Сургут. Работает там. Там развивается. Мама приезжала. Тоже 6 лет здесь прожила. Помогала воспитывать внуков. А вы где проводите отпуск? Есть какие-то приоритеты? Первое путешествие у нас было на машине, когда мы целую, практически, ну, полторы недели ехали до Сочи. Останавливались. Путешествия на машине намного, конечно, интереснее, нежели на самолете. Хоть и долго останавливались на Байкале. Каждый день новая картинка. Каждый день новые люди, впечатления. Вот. И вначале мы думали, что с детьми очень тяжело путешествовать. Но оказалось наоборот. То, что они так радостные. Сказочные виды, удивления. Нет, ну, красивое место. Можете рассказать о самом запомнившемся путешествии? Ну, самый наш интересный отпуск, это был восхождение на Эльбрус. Детей мы оставили в Пятигорске с родителями. А сами с Андреем вот взяли семидневный тур восхождения. И покорили. Покорили, да. Гора нас пустила. Ну, как говорят, что местные гиды, которые опытные, они говорят, что не вы гору покоряете, она вас пускает, и гора вас покоряет. То, что на самом деле это было, конечно, незабываемое наше впечатление, незабываемый опыт восхождения. Что не каждый, даже самый опытный человек может туда подняться, да. Потому что есть такое место, которое называется Седловина, где человеку, ну, гид спрашивает, ты пойдешь дальше, потому что нехватка кислорода, очень сильные головные боли. Там не сколько физически вот разве должен быть человек, но и физиологически. Это значит, сколько он продержится без кислорода. Конечно, мне было немного легче подниматься, чем муж. Муж, конечно, очень тяжело поднимался. Я уже несколько раз у него спрашивала, говорю, ты пойдешь дальше или нет, или давай развернемся. Потому что были случаи, вы, наверное, сами видели, что не все гора пускает. Ну, а здесь? А здесь мы каждый год, ну, по крайней мере, вот эти два последних года мы поднимаемся на УРБ. В какое время? Июль месяц обычно. То есть вы через ЕКУ переправляли? Мы первый раз поднимались через переправу, но там полога, ну, дорога, легче подниматься, а здесь быстрее. Здесь в том, позапрошлом году нас переправляли на лодки, а вот потом мы поднимались. И тут единственное, что, конечно, страшновато, и медведи, но муж с ружьем всегда поднимается. У нас команда, обычно одна и та же команда поднимается, мы с друзьями. Первый раз мы поднимались без ночевки, второй раз мы уже с ночевой поднимались. А вот мне интересно, а как вы думаете, вот на ЮРБ, если подъем на ЮРБ, это может быть как туристический маршрут, или это неинтересно? Это очень интересно, но очень опасно. Там вот эти глыбы. Я каждый раз, когда поднимаюсь, думаю, зачем я сюда пошла? А потом, когда уже поднимаешься, потихоньку думаю, боже мой, как же хорошо, что я вот решила все-таки. А на Киселяхе? И туда поднимались, но здесь, конечно, я с детьми одна поднималась года три назад, когда они еще были маленькие. Но дети тоже очень любят меня. Вы учитель. Кроме того, у вас небольшой семейный бизнес, который доставляет радость многим уснерцам. Вы первыми стали оформлять гелевыми шарами семейные праздники. Почему вдруг? Если эта работа тебе нравится и приносит еще прибыль, это вдвойне приятнее, да, я думаю. Но в одно время, когда у меня второй ребенок и третий, у них разница очень маленькая. Я очень долго просидела в декретном отпуске, и нужно было куда-то свою энергию, свое творчество влечь. И вот мы и начали заниматься шариками. Учителя английского языка. Это сложно? Это интересно. Это интересно, во-первых. Во-вторых, дети взаимообмен у нас энергетикой, настроением. Но учителям в наше время, конечно, я не скажу, что легко, но интересно. Мне, например, я не скажу про всех учителей, мне очень интересно. Я прихожу, если даже бывает не совсем хорошее настроение, но когда ты видишь глазки учеников, когда ты наблюдаешь, как твой ученик, который не умел ни читать, ни писать, и как он растет. Вот самое интересное и самый кайф получаешь от этого. И потом наслаждаешься, когда он выходит к доске, рассказывает, говорит на английском, рассказывает тексты, понимает, слушает, отвечает на вопросы. Вот от этого получаешь удовольствие. Вы еще и классный руководитель. Десятый класс – это уже взрослые ребята. Какие они? Они задорные, они веселые, с ними очень интересно. Они все талантливые, все талантливые. Одни талантливые в учебе, другие в пении, третьи в спорте. То есть с ними интересно, особенно у нашей посиделки. Конечно, иногда уроки английского языка, они стараются меня чем-то заболтать, уболтать, какие-то вопросы интересные задавать. У нас, мы очень любим вот конкурсы каких-то участвований. Конкурсы, конечно, с иностранным связаны. Мы участвовали в Music Award, называется музыкальный конкурс. Пели песни на английском языке. А девочка у нас, Ворбан Виктория, она всегда компонирует нас на гитаре. Поэтому класс очень веселый, очень талантливый, очень задорный. Интересно с ними работать. Просто разговаривать, рисовать, после уроков остаются. Именно вот этот коллектив, наша дружная семья. Конечно, мы не могли не задать этот же вопрос ученикам класса Айгуля Заматовны. Девочки, можно вас скажите, пожалуйста, какая она, ваша Айгуля Заматовна? Активная, добрая, веселая, добрая, справедливая, веселая. В плане педагога очень сильная. Самая наша любимая мама вторая. Айгуля Заматовна очень творческая. Она всегда помогает нам придумать какие-то задания на праздники, например, конкурсы придумать или наше выступление поможет спланировать. В общем, она мощная учительница, любимая наша. Веселая, активная, жизнерадостная, позитивная. Ну, она активно участвует в жизни школы, класса, ну и в жизни поселка тоже. Хотелось бы быть на нее похожей? Да, она, ну, пример для подражания, хороший пример. Надо сказать, что Айгуля Заматовна пользуется заслуженным уважением. Она депутат районного совета, руководитель татаро-башкирской диаспоры. Вот что рассказала нам директор Уснерской гимназии Наталья Владимировна. Гарипова Айгуль Азаматовна 8 лет работает в Уснерской гимназии учителем английского языка. Это талантливый педагог, яркая, многогранная личность. Айгуль Азаматовна многодетная мама, но она умело совмещает в свою семью профессиональную и общественную работу, занятия спортом. Как учитель английского языка принимает участие в семинарах, конференциях, конкурсах. Ее ученики являются победителями Олимпиад разного уровня. За успехи в педагогической деятельности награждена благодарственным письмом почетная грамота Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия нагрудным знаком «Надежда Якутии». Айгуль Азаматовна человек неравнодушный, всегда готова прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. За активную жизненную позицию, личный вклад в развитие волонтерского движения в поселке Уснера награждена на всероссийском уровне грамотой президента Российской Федерации и памятной медалью за бескорыстный вклад в организацию общероссийской взаимопомощи «Мы вместе». Благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи. Очень захотелось задать вопрос, и мы его задали. Айгуль Азаматовна, как вы везде успеваете? Весь день расписан. Я, например, утром встаю рано, я пишу себе план «1, 2, 3, 4». У меня всегда дневник, обязательно дневник, чтобы что-то не забыть. Есть же такая «тайм менеджмент» называется, когда съесть лягушку. Знаете, такое, что я всегда пишу по пунктам на те, ну, то есть, в первой половине дня до 11 часов я съедаю лягушку. То есть, делаю самые, ну, даже в интернете можно забить, съесть лягушку. Делать самые тебе те дела, которые ты не хочешь делать. Нужно делать до 11 часов утра. Вот. Я пишу план. Первые, ну, 5 пунктов или 3 пункта. Ну, вот, в зависимости. Вот эти самые неприятные дела, которые я должна сделать в первой половине дня. Вот. А потом уже самые приятные, оставляю, которые легко, с удовольствием я делаю. Когда пишешь план, тогда проще распределять время. И не остаются свободного времени. И все дела ты потихоньку раз сделала, вычеркнул. Самое приятное, вот, в учетке выдела, которые ты уже сделал, особенно те, которые неприятны. Ну, которые ты откладываешь. Ну, сделал, уже ты свободен, уже как-то полегче. Вот. Именно там в менеджмент, когда ты все полностью записал, все полностью распределывал, вот тогда ты все успеваешь делать. На все хватает времени. Ты уже не думаешь, чтобы телевизор посмотреть. Ты уже знаешь, что вот это час, в который ты можешь поваляться. Ты можешь в прудзал сходить, побегать, поиграть. Все. Ты там этот кусок заполнил. Заполнил. Раньше у меня, я поздно ложилась спать, но поняла, что лучше раньше вставать и раньше ложиться спать. Ну, я, например, стою в 5 часов утра. Это мне надо с утра приготовить обед, завтрак и сделать заготовки на ужин. Проверить тетради. Если я их с вечера не проверила, вот у меня получается с 5 до 8 часов, 3 часа я спокойно это делаю. Если я в спортзал не успеваю ходить, вам гантели, я накачала всех этих программ, я включаю. То есть час обязательно в день, но здоровью. Летом я всегда бегаю, 7-8 километров в день. С утра встаю, в 6 часов, потому что отпуск. С утра встала, пробежалась, как с бани вышла, душ приняла, все это уже заведенное. А от чего вы устаете? От отдыха. Потому что когда сидишь, дома скучно, неинтересно, то есть постоянно движение должно быть. Вы являетесь инициатором или муж такого активного образа жизни? Ну, наверное, друг друга поддерживали. Если бы меня никто не поддерживал бы, даже тот же Эльбрус, если бы сказал, зачем это надо тебе? Конечно бы я, ну, а тут, если я вижу поддержку, я, конечно, развиваю дальше. Быстрее, быстрее, давай дальше, что интересного. Ну, бывает, муж какие-то идеи предлагает. Ну, в основном, наверное, от меня исходит. То есть вы нашли друг друга, да? Да. Муж Айгулли Заматов Де Андрей родом из Амурской области. Он учитель физкультуры, но занят в школе всего три дня в неделю. Поэтому создал свое ИП, занимается любимыми железками. Его СТО знают не только местные водители. Я по образованию, высшее образование у меня, педагогическое, 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 университет Болговеченский заканчивал. А вот открыли ИП ремонт автомобиля. Еще что? Автомойка еще есть. Ну, это только она у нас в сезон работает, в летний период. Зимой она не работает, потому что у нас погодные условия не позволяют. Почему вдруг автомобиль? Это ваше хобби? Ну, это было хобби. Я как бы с детства, у меня отец с техникой всю жизнь связан. Он фермер, ну, сейчас на пенсии, сейчас брат старший, фермер, что он занимается растеневодством. Поля, трактора, как бы, ну, с детства. С железом, и, как бы, было хобби, и переросло потом в хобби в работу. Ваш сын вам помогает? Ну, пока помогает что-то по мелочи. Ну, как вы думаете, у него есть такая же тяга к железу, как у вас? Ну, пока не понять. Может быть, попозже что-то. Ну, у него квадроцикл свой есть, он как бы ездит, ему нравится, он где-то что-то по гаражуту помогает. Ну, пока вроде нравится, но так, чтобы конкретно, еще не понятно, потому что он еще не совсем созрел, так сказать. Скажите, вот у вас кто в семье добытчик, вы или жена? Или это в общем? Ну, в общем, мы как бы никогда не делимся, и у нас нет там, что ты заработал, я заработал. У нас как бы все общее. Надо ей, пожалуйста, надо мне, пожалуйста. У вас бывает свободное время? Бывает, но редко. Не так, как бы хотелось. Ну, а как же друзья, товарищи, приятели? Нет, это все есть, да, друзья есть, мы как бы дружим общаемся, где-то они мне помогают, где-то я им помогаю, встречаемся на каких-то праздниках где-то. Все как бы нормально, на рыбалку ездим, на охоту ездим вместе. А кто из вас заводил? Вот, там, всякие путешествия, то и все. Ну, по большей счету, наверное, супруга. А было такое, что вот она, например, что-то предлагает, вот давай туда поедем, там, или туда пойдем, а вы говорите, нет, туда. Нет, я такой человек, как бы пойдем, главное, вместе пошли, да и все. Я за всегда. Главное, куда-то идти. В семье трое детей. Старшая Татьяна через год закончит школу, планирует поступать в медицинский. Младшие Тихон и Полина еще не определились. Немного стесняясь, вступают в беседу. Мне говорят, что я похож на маму, а Полина похожа на папу больше. Ну, вообще, ну, я думаю, что да, но я думаю, как-то 50 на 50, не сильно. А чем бы ты хотел быть по характеру похожим на маму? Я хотела, чтобы я тоже умел бы кому-то готовить. Ну, больше всего этого хочу. А еще хочу, чтобы я тоже был учителем этого мечта. Ну, я планирую поступить в мед, либо на стоматолога, либо на врача-косметолога. Он хорош, он всегда, мы к нему, когда приходим на работу, у него там много всяких инструментов, и иногда мы с Тихоном просим, чтобы он нам дал какое-нибудь дерево, и мы что-нибудь из дерева сделали. Тебе нравится делать что-то такое вот техническое, скажем так? Нет, техническое я не люблю, но там, где вырезать или что-то делать нужно. А вот с техникой нет. Я, вот, мой самый любимый урок, это было информатика, потому что нас могут, когда вот ты все сделал, даже больше, чем надо, нам могут разрешить, там есть разные какие-нибудь игры, и все, мы можем поиграть или полать в интернете что-нибудь, типа, делать там. Я раньше ходила на футбол, потом на теннис, а потом не ходила. А, и еще пару дней походила на плавание, но мне не понравилось. Плавать не понравилось? Обычно же дети любят в бассейне плескаться. Не знаю, мне не нравилось. Я всегда, я всегда возле стенок держалась, потому что я не умею плавать. Так надо научиться. Ну, мой самый любимый предмет в школе. Сейчас, конкретно в девятом классе, мне понравился урок химии, потому что он, как бы, для меня интересен. И также у меня есть репетитор по химии, мы с ним готовимся к УГЭ. И вот, наверное, из-за репетитора мне начала нравиться химия, потому что я ее стала понимать. Любимый и любящий муж, мастер на все руки, красивые дети, уютная квартира и приносящая радость работа. Что еще нужно для счастья? Оказывается, это не все. Встречаться и проводить праздники вместе с земляками, украшать двор дома, где живешь, встречаться с населением, как депутат, брать на себя ответственность и стараться видеть во всем хорошее. Вот основные составляющие портрета нашей героини. А еще искренне полюбить этот уголок земли, отдавая ему лучшие годы. Говорят, Север не отпускает. Я не хочу, чтобы он отпускал. Что там делать, кто нас ждет там? Где хорошо, где нас нет. Во многих, вот говорю, когда путешествовали, везде мы были. Везде есть плюсы, везде есть минусы. Я людей делю на две категории. Это люди-пчелы и люди-мухи. Люди-пчелы всегда видят только цветы. Люди-мухи видят только что. Поэтому, где бы ты ни находился, в Калифорнии, ты свое все везешь туда. Твой негатив, если внутри у тебя все хорошо, то в любом месте тебе будет хорошо. А если бы сейчас вы только закончили институт, вы бы снова приехали сюда в Калифорнии? Ну, наверное, да. Наверное, если бы я знала, что вот такой же круг событий, я, наверное, не побоялась бы. Сделала бы то же самое. По-другому уже... По-другому, наверное, не должно было быть. Приехала бы, обязательно бы приехала. Как же я тут без гор, без этой природы, без всех моих друзей повторила бы то же самое. Продолжение следует... Продолжение следует...